Праздниками, посвященными еде на Алтае, никого не удивишь. День вареника, пельменинг, ахфест, проводимый в Алтайском районе второй год подряд, стоит особняком. Его изюминка – алтайские травы и коренья, которые выращивают и перерабатывают здесь же. В этом году хедлайнером, как говорится, в фестивале организаторы сделали самый обычный лопух. Мы с сыном, праздник-то позиционируется как семейный, отправились в местный дендропарк. Искать хозяина торжества, сам лопух. Но нашли не сразу. О, лопух большой. А скорее лопух маленький. Организаторы объяснили, урожай собирали еще в мае. В это время растение содержит больше всего полезных веществ. Используют корень. Вот он, густо пахнущий, готовый к переработке. В соседнем цехе из него получают вот такой экстракт. Шеф-повар, телеведущий Василий Емельяненко, специально ради лопухового праздника, приехавший на Алтай, говорит, это прекрасная основа для соуса. А вот зачем добавлять экстракт лопуха? Что он дает блюду? Вот смотри, экстракт лопуха выглядит вот так. Смотри, как он густой. Видишь, почти как ириска. Соответственно, в блюде он может вести себя как загуститель. То есть мы можем, например, какие-то темные мясные соусы, добавляя экстракт лопуха, делать их более густыми. Он немножко сладковатый, немножко терпкий. Есть аромат перемолотой травы. Для примера шеф-повар приготовил перепелку. Лопух придал соусу травянисто-ореховый привкус. Организаторы говорят, фармакологам лопух давно известен как лекарственное средство. Так почему бы не сделать растение еще и гастрономическим алтайским брендом? Почему, например, соевый соус продается тоннами, миллионами тонн, и в нем, на самом деле, кроме вкусовой добавки, ничего полезного нет? А корень лопуха, который очень похож по вкусу, и ребята делали прекрасные соусы с ним, так не продается. Главным блюдом фестиваля стал суп с добавлением того же экстракта лопуха. Скажем, сразу нам его не досталось. Все 150 с лишним литров посетители съели за минуты. Но те, кому удалось попробовать, остались довольны. Это будущее такой вид отдыха. Есть люди, которые предпочитают активный вид отдыха, есть люди, которые предпочитают спокойный вид отдыха. Вот именно на такой спокойный вид отдыха, где можно и погулять, получить удовольствие от красоты, но и также получить удовольствие от кулинарных шедевров. Признаемся честно, чего нам не хватило на фестивале, так это, собственно, лопуха. Ни листочка, ни корешка не удалось подержать в руках. В следующем году организаторы пообещали исправиться. Посетители смогут сами собрать и переработать в экстракт свою порцию этого вкусного и полезного растения. Илья Кочетков, Никита Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Кочетков, Никита Кочетков.